Он курит! Он 60-х годов, когда все курили. Да, он курит. Это же Егор. Да, это... Покури, дружище. Он увидел красивый вид и подумал, заклю трубку и поразмышляю. Как краснокожие. Как их называют? Коренными американцами? Да. Всё равно, что смотреть, как очень старый пьяница наливает себе скотч. Шоп, хватило. А вот и сосредоточенное лицо. Приятно наблюдать за человеком, действующим на пределе своих возможностей. На следующее утро мы проснулись задолго до персонала гостиницы, чтобы продолжить свой путь. Доброе утро. Доброе утро. Зачем полотенце? У них висел плакатик о том, что стирать их дорого и вредно для экологии. Вот я и избавил их от проблем. Разумная мысль. Это любезность? Да. Пасхальное воскресенье. Телерайт. Лёгкая добыча для человека в Ягуаре. Привет, дорогуша. Найдя, где припарковаться, Хаммонд заселился в гостиницу. Мне бы заселиться. Заполните бланк. Спасибо. Можно вашу ручку? Вот. Спасибо. Заполните. Лорд Уильям Шафтсбери. Вот ваш ключ. Номер с Wi-Fi. О, большое спасибо. 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 Я же тем временем пошел в ресторан. Спасибо. Пробкой отдаёт. Извините. На следующее утро на улице было холодно, поэтому для поездки в горы нам понадобились тёплые вещи. В связи с чем Джеймс занялся шоппингом в ягуаровском стиле. А я нет. Добро пожаловать в гостиницу, сэр. Можно вашу куртку? Большое спасибо. Хорошо доехали? Да, да, спасибо. Шапочку. О, да, спасибо. И сумку, сэр. Большое спасибо. Прошу вас подойти к коллеге на ресепшене. Хорошо. Большое спасибо, спасибо. Итак, с тёплой одеждой вопрос улажен. Я позаимствовал эту идею у Питера Селлерса. Думаю, он бы не возражал. Ведь у него тоже был ягуар.